Для любителей готовить заранее оплату за проезд уже с понедельника придется класть к привычной сумме на рубль больше. Уже по традиции в январе во Владивостоке поднимается оплата за проезд в общественном транспорте. Начиная с понедельника поездка в автобусах будет стоить вместо 20 рублей 21, в трамваях и троллейбусах вместо 13 и 14 рублей, а на фуникулёре 12. Горожане о новых тарифах знали еще с прошлого года. Повышение цен на проезд, однако, по словам специалистов, объективная необходимость. Но все познается в сравнении, и рост стоимости за проезд на 1 рубль можно считать незначительным. Например, в Новосибирске стоимость проезда хотят поднять с 19 до 23 рублей, а уже с 1 января в Санкт-Петербурге проезд подорожал сразу на целых 10 рублей. Как считаете, наше подорожание, оно оправдано? Нормально это будет? Нормально. Почему? Ну нормально, а что до рубля? У меня зарплата не выросла на рубль. Ну вот и все. Я не езжу, пивком хожу. Или на машине езжу. Так что... То есть вас это не коснулось? Не коснулось, нисколько. На рубль? Ну, знаете, это неудобно, мне кажется. Почему? В чем? Ну, искать этот рубль, когда ровная, лучше бы уже ровную какую-то сумму. То есть даже если было дороже, но ровная, вам было бы удобнее? Ну, если бы вот пять, это было бы нормально. Адекватная, да? То есть вас не пугает такое? С одной стороны, как человек, который пользуется общественным транспортом, подорожание это всегда для нас не очень приятно. С другой стороны, если учесть, как подняты цены на топливо, то я прямо даже не знаю. Скорее всего, это несоразмерно. Есть и те, кому увеличение стоимости за проезд на один рубль недостаточно. До Нового года перевозчики Владивостока просили поднять цену до 25 рублей. Ведь на топливо, содержание и закупку новых автобусов им требуются достаточно серьезные суммы. Мы выполнили практически все взятые на нас обязательства по обновлению автопарка, улучшению качества проезда и обосновали свои траты, предоставив все необходимые документы. Из-за роста курса доллара мы вынуждены просить увеличить стоимость проезда, так как все дорожает, включая запчасти, топливо и сами новые автобусы, как отечественного, так и иностранного производства, говорит президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь Кравцов. Транспортные компании региона ежегодно готовят обращение в департамент по тарифам Приморского края с просьбой увеличить стоимость проезда на автобусах. Существует федеральный закон номер 220, вступивший в силу 14 июля 2015 года, согласно которому перевозчик может сам устанавливать нужный тариф. Но воспользоваться этим предприниматели смогут лишь после окончания нынешнего договора с властями. Анна Бережна, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.